Победитель национального конкурса Книга года и фундаментальной энциклопедии. В номинации Книга года соревнуются издательские проекты разных жанров. В этом году в число в шорт-лист попали три книги, каждая из которых в той иной степени связана с искусством, с живописью, музыкой, кинематографом. И, пожалуй, в год, названный годом культурного наследия народов России, это справедливо. Сергей Нарышкин объявил имя победителя. Альбом – коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. И вручил главный приз в номинации Книга года. Альбом подготовлен к 110-летию Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Каждому музею нужен альбом его шедевров. Это альбом шедевров, где представлены самые основные работы, самые основные шедевры нашего музея. Конечно, эта книга раньше уже издавалась немного в другом виде. Это давно, в 2013 году, последний раз мы издавали, весь тираж был раскуплен, и мы задумали к 110-летию музея, которое было 31 мая в этом году, издать заново. Весь музей здесь трудился, все научные отделы, все новые атрибуции, все новые дополнения, все новые закупки, все новые дары, все в этом альбоме представлено. Победителями в номинациях «Проза года» стал роман Дмитрия Данилова «Саша, привет», «Поэзия года», сборник стихотворений Владимира Кострова «Открытое окно». Еще одна специальная номинация «Россия. Культурный код» приурочена к объявленному президентом России Владимиром Путиным году культурного наследия народов России. В этой категории отмечена книга Бориса Тихомирова «Достоевский. Литературные прогулки по Невскому проспекту. От Зимнего дворца до Знаменской площади». Конечно, очень приятно, что несмотря на всякого рода сложности, пандемии, те проблемы, которые сегодня существуют, недалеко от наших границ, книга живет, ярмарка работает. Более того, очень приятно, что Московская книжная ярмарка дала старт новым проектом книгных ярмарок. В первую очередь, конечно, «Красная площадь», наконец-то, моя любимая дворцовая приегра, десантской технологии. Заработала Приворская ярмарка, Архангельская, Куркутская. География расширяется для всей нашей страны. В общей сложности конкурс «Книга года» проводился в 11 номинациях. На суд жюри поступило более 600 книг от 92 издательств из 18 городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Красноярска, Тобольска, Мурманска и других. Служба информации Фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова